Уважаемая страна! Это не задело мою душу, потому что я тоже мать. Я понимаю, как страдает эта девочка, как страдает этот ребенок. Она обращается ко всем россиянам. Помогите! Помогите красноярцам! Помогите нам! Моя мама лично говорит о том, что мимо нее пролетали снаряды дважды просто. И то, что находиться там нельзя. Нельзя. Ночью прошла гроза, детонировали опять какие-то снаряды и опять начались взрывы. Опять начались полеты осколков просто по всему городку военному. Режим чрезвычайной ситуации заново не вводят. И людей экстренно не эвакуируют. Никто ни о ком не думает. До каких пор просто будет происходить это в нашей стране, мне непонятно. Потому что если мы, люди, будем молчать и не будем помогать тем, кто живет на одной территории вместе с вами, ведь мы каждый ходим просто как на пороховой бочке. В каждом городе есть военная часть. Пожалуйста, ребята, не молчите. Никто не молчит. Если это все не придавать публичности, это все замнут и людям просто заткнут рот какими-то копеечными выплатами. Люди работали и трудились на Министерство обороны, на защиту вообще-то нашей страны. И сейчас они находятся почти как на войне. Они прибегают в эти дома, прибегают в эти квартиры, чтобы забрать хоть что-то, потому что это страшно. Для нас это Родина. Это несколько каких-то небольших улиц, но это наш дом. Сегодня наступил тот момент, когда молчать просто нельзя. И это уже не просто горят леса в Сибири, где бегут животные. Под обстрелом люди, живые люди, дети, бабушки, те, кто не может уйти, неходячие. Молодежь, если еще хоть как-то убегает, а пожилым людям некуда бежать. Это последний угол, который у них остался. Ведь государство ничего не собирается делать. Не дайте им в этот раз просто забять это все. Такое же бездушие и преступление было совершено в Красноярском крае, когда не тушили пожары. Сейчас здесь работает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Статья «Халатность», опрашиваются люди. Но почему-то сердце мое подсказывает, что результатом будут обыкновенные рядовые исполнители, которые не выполнили то, не выполнили это. А в результате огромное количество леса сгорело. Но самые главные виновники – это губернатор, это председатель правительства, это министр лесного хозяйства, которые должны были и обязаны тушить пожары, этого не сделали. Боюсь, что они так и останутся невиновными во всей ситуации. Также я хочу обратить внимание россиян на то, что то, что произошло в Каменке, и то выступление губернатора, который заявил о том, что будут выплачены по 50 и по 10 тысяч рублей, но, вы знаете, это просто цинизм. Какие должны были действия быть губернатора? Немедленная команда по переселению людей. Немедленная команда по приобретению жилья в Ачинском районе, в Шариповском, в Назаровском районе, в городе Назарово. Немедленное решение по переселению людей в новые квартиры, потому что там жить нельзя. Ничего этого не было сделано. И люди на самом деле сейчас находятся в неведении, что им выплатят только по 50 тысяч. И на этом все? Эта девушка обращается ко всей стране. Поддержите Красноярский край, здесь нет власти, здесь никто не принимает решения. Поддержите красноярцев, поддержите. Встаньте на защиту этой маленькой деревни Каменки. Мы все вместе, только мы все вместе сможем победить. Это беззаконие, это безвластие, это равнодушие. Равнодушие, прежде всего, к людям, которые живут в деревне Каменка, в Красноярском крае, в нашей стране. Я обращалась уже не раз к стране, и вы мне помогаете, и вы мне помогли. Помогите и этой девушке. Помогите. Обратитесь вместе со мной. К президенту, к россиянам, к народу России. Никто в Красноярске не говорит о катастрофической ситуации, связанной с пожарами. Все, что говорил губернатор Красноярского края Александр Викторович Ус, все, что говорит правительство Красноярского края о том, что ситуация под контролем, полная ложь. И все, что нам делают, только ездят по ушам, для того, чтобы скрыть свою причастность к этому преступлению. Преступлению против нас, сибиряков, против людей, против природы, против России. Я считаю, что это диверсия со стороны исполнительной власти. Умышленная диверсия, знать и не тушить, это диверсия направлена на разрушение экономики Красноярского края, на разрушение экономики России, на разрушение природы России. Как может человек, отождествляющий себя с родной землей, с нашей природой, говорить о том, что это большой огород вырастет еще? Это же цинизм. Как можно говорить о том, что да какая разница, горит, да горит, погорит и потухнет? А что делать с людьми? Эту тему мы неоднократно говорим. Но большими циниками я считаю, как депутат, законодательное собрание Красноярского края, которое не может найти время для созыва внеочередной чрезвычайной сессии. Средства массовой информации, которые сегодня, сейчас умышленно не говорят о той катастрофической ситуации. Сегодня задыхается Иркутская область, задыхается Якутия, задыхается север Красноярского края. Катастрофа уже рядом. А ухнется это для всех. И замалчивать эту ситуацию нельзя, иначе там будут преступления против будущего всего человечества, не только России. Надо найти, наказать и посадить тех людей, кто до этого довел. И это не клерки, это не люди, которые работают в лесхозе, это конкретные люди. Председатель правительства Красноярского края говорил, что он несет личную ответственность за пожаротушение. Говорил. Губернатор Красноярского края является персональным человеком, который возглавляет комиссию, которая принимает решение, тушить или не тушить. Есть такое? Есть. Законодательное собрание Красноярского края могло собраться и ввести чрезвычайное положение, если ты не хотел делать исполнительную власть? Могло. Могли ли обратить внимание на выступление Татьяны Довуденко, которая говорила, что будет катастрофа? Могли. Но ничего не сделали. Не сделали или не хотели сделать? Это преступление. Никто не пошевелил пальцем до тех пор, пока это не дошло уже информация до президента. Когда уже Трамп начал звонить, когда с Италии премьер-министра начал звонить, когда мировое сообщество начало обращать, когда дым дошел не только до Канады и Аляски, когда он уже уходит в Азию. Вот только тогда зашевелились. На наших глазах уничтожается Сибирь. Я считаю, это умышленное разрушение Российской Федерации. Сибирь.